Привет, друзья! Самый мощный, невероятно мощный по своей, условно говоря, энергетике ресурс у человека – это его переживания. Просто там есть один риск, который всегда мешает ему эти переживания использовать как позитивный ресурс. А дело в том, что он в переживаниях зависает, когда частота повторяемого вот этого события в голове, который он прокручивает, переживая, ну, выходит на стадию парабиоза, ну, это же нервная система, там же, когда частота очень высокая, там и застревает, вот так неподвижно получается. И вот человек ходит, у него всё время зависшее состояние, что он вопрос не может решить, у него фиксация внимания непроизвольно образуется на негативном возможном исходе ситуации. А само переживание – это же такая мобилизация сил. Поэтому это мощнейший ресурс для решения всех проблем жизни, любых, от математических до проблем творческих или здоровья, или как лучше танцевать, для самопознания, для самореализации, как лучше спать. Вот вы делаете, например, повторяемые движения, снимающие напряжение, которые вам инстинкт подсказывает, там трясётесь, когда нервничаете, или просто делаете, как дети, шалтай-болтай, думая, о чём думается, или беспокойся о каком-то вопросе, как найти ответ на какой-то вопрос, ты не знаешь, как решить вопрос, и думаешь об этом, переживаешь об этом. Ты соединил мощнейший ресурс переживания с ключевыми действиями, которые вызывают снижение напряжения, убирают зависание, мозг лучше работает. Ну, в компьютере тоже есть зависание, надо перезагрузить. Так это разгрузочное действие, которое организм сам выдаёт в момент ваших переживаний. А вы прислушайте себе, вам хочется потрястись, потряситесь, идите навстречу своей природе. Зачем создавать нам конфликт, дополнительное напряжение? Девочка идёт, поступает в институт, нервничает, её трясёт, она там понаслушивалась от всяких разных советчиков, что надо блокировать себе вот это нервное напряжение. И у неё ещё больше вот этот парадокс, это противоречие, с которым мозг теперь пытается справиться, чтобы найти баланс, согласование психических и физиологических процессов. Зачем же создавать лишнее напряжение? Слушайте природу. Для этого надо слышать себя. Когда вы переживаете, нервничаете, решая какой-то вопрос, любой вопрос, это не имеет значения какой. Прислушайте себе, что вам при этом хочется делать. А вы знаете, некоторые делают идеорефлекторные приёмы ключевые. Да, и там сразу сбрасывается лишнее напряжение, они выходят на творческое состояние. Вот переживал буквально пять пизод, и вдруг такой заряд понимания, просветления, как надо решить вопрос. Или делает простые, повторяющие мои действия, типа плавательные, если ему хочется делать. Или он моделирует свои жизни, когда у него были счастливые моменты, например, он фехтовальщик или волейболист. И он делает в пустом пространстве моделирование этих действий, повторяемых на фоне переживаний своих. Так он же так инстинктивно и делает. Например, когда летит в самолёте, началась болтанка, ему хочется на что-то опереться, чтобы успокоиться, он вспоминает какое-то своё любимое действие. Вот это, боксёр там вспоминает, как он кому-то... Ну ладно, вы меня понимаете. Вы же уже смотрите наш канал YouTube, вы подписаны там. Если не подписаны, подпишитесь. Я вас к этому призываю, потому что это гуманитарная, интеллектуальная бомба, которая нужна всем и каждому, которая переживает сегодня в этих условиях неизвестности, неопределённости, в жёлтом стрессе. Как быть? Ну да, вот он посмотрит тоже. Может быть, это ваш сосед или брат. Может быть, ваша жена любимая. Тоже посмотрит и оказывается, господи, так я же переживаю, переживаю, плачу, там сижу. Так и хорошо, это же ресурс. Только соедини для этого, чтобы ресурс выстрелил, а не блокировал. Соедини с ключевыми действиями. Прислушайся себе, что тебе при этом переживание организм подсказывает. Сделай это. Хочется плакать, плачь сильнее. Хочется выйти в бой. Хочется побить кого-то встань и начинай колотить её мнимый образ. Да это же бой с тенью. Да, или поплавай. И когда ты соединишь вот этот мощнейший ресурс, переживание, это мобилизация, чтобы решить проблему, поэтому крутится, крутится там на уровне ментальности поиск решения, поиск решения. Как быть? Это может быть состояние переживания несчастной любви, или это может быть переживание перед экзаменом, или перед соревнованием, или перед выступлением. Это не важно. Ты переживай. Дай ход этому. Но на фоне защищенных условий ключевых действий, которые тебе сам организм подсказывает, и которые я там подсказал, и диорефлекторные приёмы, там много чего. Смотрите, подписывайтесь на YouTube-канал, и смотрите сайты Стрессу и ХСРУ. Слушайте, это сегодня нужно всем и каждому. Наша школа Человек Будущего работает на это, чтобы сократить кризисы и войны, потребности в лекарствах, пробить эту пандемию, и чтобы человек сохранил разум на планете. Это на основе науки человечности, которую мы там все совместно создаём. Это очень важно, потому что это вечные, человеческие и общечеловеческие ценности. Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, коллективность, счастье быть собой, а высшее счастье, когда мы каждый можем быть собой, и в то же время вместе. Вместе мы сила, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok